Как массовая информация, по данной опыте, в том, что решение про выкрадение Держкило из Министерства Культуры до Кабина охранилось без самого Министерства Культуры и без пополнения Министерства Культуры Катин. Тобто, вчера Министерства Культуры, Проблоза Куртуры, отбылся в рекретарху Северного Урага, где было, неповедное, решение, но не поведение, что при цели Министерства Культуры. Абсолютно видно, что это его оборудование культуры, и если его не предъявляют как Министер, потому что он собирается оборудовать такие решения, то я абсолютно не понимаю, что это его могло оборудовать. Так же есть вопросы, что Держкило, как таки, все-таки, влежит из сферы культуры, и даже думаю, что его выделяют из-под ведения Министерства Культуры до вопроса ведения Кабина. Тобто, это так же, как выделять, скажем, полицию из-под Министерства внутренних справок, в том, что он в політике в сфере правоохранительной деятельности, и даже так же в господарении Кабина, в том, что я очень много сомневаюсь. Но если вернуться до думки фаховых экспертов, которые, на самом деле, разделяются, один вважает, что, если мы уже за Держкино поговорим сейчас, один вважает, что Держкино має залишаться под опекой Министерства Культури, інши говорят, что, на самом деле, это очень хорошая вещь, что Левкадмин напрямую может керувати. И тут я хочу вернуться до слов Полупа Ильянка, который осуществляет Держкино в 2014-2019. Продолжение следует...